Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Сейчас хочу вам показать свои покупочки. Снова я ходила в магазин Валберис и кое-что там забрала. Заказала я, конечно же, по интернету. Нравится мне этот магазин, я не делаю ему рекламу, потому что денег они мне не платят. Очень жаль, я стала постоянным покупателем, потому что я уже говорил, что пункт выдачи находится буквально вот на нашей улице, буквально недалеко. И мне очень удобно ни на почте где-то получать, ни сколько-то там ждать, буквально через три дня все уже на месте. В общем, мне очень нравится, удобно. Может быть, какие-то вещи можно где-то купить и дешевле. Я не знаю, не могу сказать, но мне кажется, дешевле не купишь, потому что, несмотря что там цены, вот кто заказывает через этот магазин, там цены меняются, там нужно отслеживать. Я знаете, как делаю? Захожу в свой у меня личный кабинет, потом там есть лист ожидания, например, там много разных размеров, от маленького до большого. То есть вот чем хорошо, что там все размеры. Если чего-то нет, какого-то размера, можно положить лист ожидания и уже просматривать, если что-то появилось, можно уже заказать. И также и цены меняются. Есть, бывают, что цены снижаются, бывают повышаются, уже можно отслеживать. Вот. Или же можно там в отложенные товары положить, что-то, например, хочется, но пока нет средств, можно отложить там, чтобы потом долго не искать. И также отслеживать цены. Там также пишут, сколько штук осталось, например, или некоторые вещи. Вот я что-то отложила, думаю, ну подожду, может быть, что-то там подешевле будет. Потом пишут, раз, нет. И в ближайшее время поставок не ожидается. Может такое быть. Или ожидается, например, с такого, по такое-то число, что допоставляют. То есть можно будет заказать, просто отследить этот товар и уже заказать. Вот этим мне нравится. И сейчас давайте я покажу, что же я заказала на этот раз. Но в основном я заказала не себе. Мне нужно женщине, полной женщине вот в подарок. Ну и кое-что себе, конечно, я тоже взяла. Итак, вот купила я такую сорочку. Сорочка вискозная. Размер. Вот буквально я ее заказала за 400 с чем-то рублей. Но согласитесь, стопроцентная вискоза не так это и дорого. В общем, размер 4XL. Город цвет молочный. Я приближу. Так, по-моему, то ли Москва, то ли Смоленск. Вот уже точно не могу сказать. Почти сейчас надену. Может быть, что-то я вам и скажу. Или же вот бирочку показываю, кто заинтересуется. Да, ну что-то, по-моему, здесь мне написано. Не знаю. Вот. Ну, качество хорошее. Так сорочка интересно сделана. Вот здесь даже такое нежное кружево, не колючее. Такая она немножко шелковистенькая. Ну, там нужно читать отзывы. Все. И по размерам можно ориентироваться. И о качестве товара. Еще чем хороший этот магазин, можно пойти в кабине померить. Можно домой взять, примерить и потом отдать. Ну, конечно, процент выкупа могут снять. Но если вы постоянно заказываете, в общем-то, процент уже и не снижается. Вот такой вот рукавочек удобный. И, в общем-то, я последнюю уже ее взяла. Вот эту сорочку. Вот ее, может быть, поэтому ценили 480 рублей, по-моему. Да. Вот такой вот мне нужен большой был размер. Вот. Я считаю вискоза. Я вообще люблю вискозу. Вот на сорочках в последнее время мне нравится вискоза. Так. Что я еще? Заказала я бриджи. И вот двое бриджи. Ну, бриджи город Иваново. Стоят они 388 рублей. Там были еще за 350, наверное, качество. Хуже, конечно же, 62 размера. Они тянутся 90% здесь. Вот этот вот хлопок и 10 эластан. Но я не скажу, что прям супер качество. Не знаю, как будут носиться, но хотя так тянутся они. Нормальные бриджи. Себе тоже я брала. В общем-то, нормально. Брала до этого вискозные бриджи. В магазине еще я покупала обыкновенным. Они у меня пошли стрелами. Ну, в общем, по швам. В районе шва начали стрелы. Ну, вот этот вот хлопок и эластан, я думаю, будет хорошо. И тянутся они хорошо. Вот эти вот бриджи. Вот двое бриджи взяла по 388 рублей. И взяла футболки. Футболки вот 6XL. Это Смоленск. Вот качество очень хорошее. Кстати, Смоленска здесь вот так вот все обработано. Вот. Мужские футболки. Но взяла для женщины. Это хлопок плотный, в качество хорошее. Вот две футболки. Так. И себе я взяла сорочку ночную. Сейчас я вот так вот ее развешу. Вискозную. Также вот я думала, может быть, она будет подешевле. Но она сначала была и тысяча с чем-то. В общем, я ее взяла за 900. 900 с небольшим. С какими-то копейками. Цвет баклажан. Хотела я другой цвет, но того уже все. В ближайшее время поставок не ожидается. Написали. Я решила все-таки вот заказать. Так. Это город Иваново, кстати. Дианида. И так. Вискоза 96% и лайкра 5%. Вот такой вот состав. У меня есть вискозные сорочки. Мне очень нравятся. Но кружево такое не колючее, нежное. Вот. И впереди такое вот кружево. Сзади вот так вот. А спереди кружево. Сейчас я свет включу еще здесь. Может быть, будет получше видно. Вот. Вот такая вот сорочка. Это я взяла для себя. Так. И взяла. Взяла вот такой плед. Давно я смотрю на эти пледы. У некоторых блогеров даже видела. Но в магазине я их не встречала. Не знаю. Может быть, там можно купить и дешевле. Они были 900 с чем-то, эти пледы. Я купила за тысячу. Вот. Вот у меня такие подушки есть. Такого качества. Но это даже вот плед нежнее. Вот просто нежнейший. И мне так вот он нравился. Я сначала смотрела какой-то там белый цвет. Молочный, по-моему, был. Мне хотелось молочный. Но пока я ждала, пока он будет дешевле. Там все, в общем-то, разобрали. И их долго не было. Потом вот я в лист в ожидании положила. Белый вообще пропал. И вот этот вот цвет бежевый. Производство Москва. Сто процентный полиэстер. Вот. Нравится мне. Ну, хотя вот этот бежевый цвет, я думаю, он будет даже темнее. Там были темнее. Там были еще красные, по-моему, еще какие-то, по-моему, синие. Но мне хотелось вот что-то посветлее. Ну, когда я вот открыла, я думала, будет темнее. Ну, хорошо. Приятно. Меня обрадовал вот этот вот цвет. Вот. Просто такой мягкий, замечательный плед. Просто вот так вот на диван постелить или укрыться. очень приятный. Взяла я его себе. Вот такие были мои покупки. Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы были со мной. Пишите, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok